Блин, надо еще что-то делать, свернуться сейчас. Так, а повторно нельзя серые локи осматривать. Я, как понял, в этой игре даже диалогом возвращаться нельзя. То есть ты вот, за исключением там Сандры, допустим, которая тебе предлагает обряды делать. Вот, то есть здесь все одноразовое. Наконец вы добираетесь до зольного корня, но информатора Сандала по-прежнему не видно, друзья. Сандал. Все время читаю Сандал, и мне вспоминается персонаж Никоперуму Санделла, который мне очень нравился. С Ситаганом он там бегал, и кольца у него были. Он ими типа отвлекал врагов. А вы чувствуете, как тают надежды ваших спутников после бесплодных поисков в окрестностях? И вдруг маленький бес Тиза что-то замечает, бля! Скрпумба! Тиза удивленно вскрикивает, он заметил что-то или кого-то. Я говорю, что это ценный персонаж. О, слыхали, слыхали, вы слышите звук, похожий на смех. И какая-то высокая фигура появляется из деревьев. Ну, блядь, ну точно Сандал какой-то дендороид, друид и так далее. Бес бросается вперед. И прыгает прямо на руки незнакомцу, а они обнимаются. Приветствую тебя, Тиза. Мне надо какой-то голос ему выбрать. Человек-дерево. Блядь. У меня слишком много всяких. Тоже таких. Привет. Приветствую тебя, Тиза. О, ну давай. Приветствую тебя, Тиза. Кажется, ты голоден. Смотри, что у меня есть. Высокий смоляк. Высокий смоляк. Смоляк. Древноподобные существа. Они здесь смоляки у нас. А известные своей находчивостью, умом и амбициозностью. Арты этой игры? Ну да, конечно, конечно. Ну это крутые. Там крутые художники в этой студии работают. Тут не поспоришь. А смоляк предлагает бесу что-то из мгновенно... Мгновенно... А, что-то. И тот мгновенно с радостью съедает угощение. Одинокий министрель одобритенький вай. Прошу внимания. Я бы хотел представить вам моего клиента. Вольфреда Сандалла. Клиент одинокого министреля, информатор Хедвина и... Лидер... Лидер на чекрылах? Это наш лидер, блядь? Нахуй ты себе на голове-то, блядь, вычицал тогда, звезду ты, ёб твою мать. Куда мать-то смотрела, блядь? Куда мать твоя смотрела? Зачем тебе эти все рисунки в старости посмотрите? Уродливые будете. Мы так давно не виделись, сэр, о Вольфред. Да рано это, босс. Блин, я не знаю, как его озвучивать. Действительно, сэр. Действительно, слишком давно, Тарик. Надеюсь, новые спутники скрашивают твои будни, блядь. У меня уже столько просто всех чуваков, да я пару дней не играю, я потом забываю. Симбаритас. О да, сэр, я думаю, что вы согласитесь с тем, что они достойны имени Ночекрылых. А Смоляк оглядывает всех, вы не можете понять, о чём он думает. Посмотрим. Затем он поворачивается к вам. А ты не должен быть чтец, я уверен, что мы все здесь благодарны тебе за службу больших мой. Но дальше мы справимся без тебя, пошёл нахуй. Конечно, ты можешь продолжать путешествовать с нами, а можешь пойти своей дорогой. Я надеюсь, тебя достойно вознаградили за потраченное время. Спасибо за заботу о моих крижёночках. Вы раздумываете над тем, что сказать. А Вольфред намерен освободить вас от ваших обязанностей перед отрядом. Настоять на том, чтобы остаться, блядь, а нельзя нахуй послать попрощаться со всеми, промолчать. Ну, друзья. Ну, можно, конечно, вообще как бы это, всех нахуй послать и попрощаться. Но сейчас, знаете, что-нибудь типа, ой, блядь, чтец, останься с нами, ты, блядь, такой хороший, блядь. А вот мне тут предсказала бабка, блядь, перед тем, как насрать в котёл, по своему калу определила, что ты нужен нашей команде. Партак в молодости набил, да, да, я про это как раз и говорил. Так. Друзья, я не знаю, мы можем попробовать показать жопу игре и попрощаться со всеми. Типа, ну не хотите как хотите, чё я тут жопу урвал. Настоятельно о том, чтобы остаться, но это такое. Типа, ой, нет, игра, я хочу остаться. Может двоечку? Ну давайте, два-один. Промолчать мы вообще никогда не жмём, потому что это как-то латентный КП Прайд. Думается, этот Партак имеет значение. Ну, наверное, наверное, это, короче, группа стрелки, стрелки звезды, стрелки звезды. И каждый из стрелок символизирует одного из участников. Вокалиста Антона, басистку Синдру и барабанщика Джузеппе. А вот как бы, блядь, и он набил их знак. Промолчи, это уловка, скорее всего. Валим, это уловка. Ну мне хочется попрощаться. Вот серьёзно. Ну хорошо, ты хочешь промолчать. Но пока что за второй вариант два человека. Есть ещё какие-то мнения, друзья? Ну, Бухместер знает. Хотя, погоди, Бухместер же одно выбрал из направлений, поэтому ХЗЧ. Ладно, двойка Бухместер тоже. А Бухместеру интересно, потому что он единичку, значит, поражал. Есть ли разница? Ну окей. Я тоже за двойку. Я думаю, я ничего не советую. Ну, как бы, нет вопросов. Я не настаиваю на этом. Это же только по желанию всё. Вы едва слышно бормочите какие-то прощальные слова Хедвина, остальные. Потом поворачиваете, садите в свой шикарный лимузин и погнали. Да ладно-таки! Серьёзно, что ли? Я что, забыл пачку презервативов свою на столе? Да ничего страшного, давай, давай! Вольфорд Сред, меня зовут Хедвин. Я и мои спутники ответили на вас призыв. Мы пришли сюда, следуя знакам, которые вы оставили на нас. И вот мы здесь, благодаря вам, но благодаря этому чтецу. И перед вами не просто чтец, он наш друг, мой друг. Мы не можем бросить его, мы дали друг другу обещание, наши пути к свободе теперь тесно сплетены. Завожу двигатель. Ну чё там, чё там, я поехал, нет, я поехал, нет. Вольфорд смехается. Свободу нельзя продать или... Бля, я уже забыл, как я её... Свободу нельзя продать или выменить, мальчик мой. Я надеялся, что ты это понял. Ну, похоже на какого-то нигу вообще, такого чёткого. Похоже, мы как-то не так начали. Я не хочу омрачать нашу встречу, ведь нам ещё многое предстоит. Вот так, вот так вот, наверное, да, вот так вот? По-русски, по-русски. Вам предстоит очередной обряд, не так ли? Я пойду с вами, но не стану вмешиваться. Похоже, вы уже сроднились со своим чтецом. Ну что, Тарик? Да, сэр, Вольфред. Пойдём, побеседуй, братишка-то. Чё по-чё? Разумеется, сэр. Только жопу вытру. Вольфред шагает к фургону, который должно быть когда-то принадлежал ему. Вы чувствуете смешанные эмоции, которые обрывают ваших спутников. Ну пиздец, а я-то думал, наконец-то закончен отпуск. Проститутки, шлюхи. Ну, вы сами понимаете, там. Надо Зельду пройти, давно не хотел, там. Так, выключаем это. Та-та-та-тан. Ну ладно, присоединился к нам. Хорошо, я понял. Надо, мне кажется, биографию пацанов наших сверить или нет? Или рано пока? Как вы думаете, хотите биографию прочешем? Или читать не стоит сейчас все? Опять. Фургон сворачивают в Прогалину, в Просветину, в Прокатину, в Проалину. И вы в пизду в очередь какую-то уехали, и вы оказываетесь у Поляны Лу. Куда вас привели звезды? Вольфред одобрительно кивает, но не вмешивается в ваши дела. О, да ладно! Открыта страница демон, кстати. Страница демон. И смотрите, у нас мутнорынок. Наш мутнорыночек. Такий. Давайте зайдем в фургон, посмотрим. Вот он курит. Курит, блядь! Ну чё? Вы подходите к Вольфреду Сандалу, и никак не... У меня вообще-то как-то вот после появления Сандала, я вот предвкушал себе какую-то супер просто интересную личность, а это, короче, зеленогубый пень. Ну пиздец. Так и есть прототип негра. Ради цветов в диалогах. Ну хз. Это надо второй раз игру полностью по-другому пройти, чтобы понять. Плюс как бы есть же выбор между персами. Вы подходите к Вольфреду Сандалу, и никак не можете избавиться от чувств, что это вы находитесь в его фургоне, а не он в вашем. Вот у меня такая же херня началась. Некоторое время он молча изучал вас, а затем... Тарик, у тебя найдется? Минуточка. Так точно, Солу Вольфреду. Что вам угодно. Этот чтес, по-моему, он достоин своего звания. По-твоему, по-твоему, да. Легко рюжа. Министрель наклоняется в вашу сторону. Если вам угодно знать мое мнение, Солу Вольфред, я думаю, что это так. Разумеется, я не совсем уполномочен судить об этом, но я заметил, что этот чтец хорошо взаимодействует с остальными. Я верю, что его достижения говорят сами за себя. Мы добились... добрались до Черного Котлована. Борзый какой-то, ну. А реальный выбор еще будет в игре, но позже... Ну, окей, 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 окей. Мне все нравится в игре, я не собираюсь все дропать. Вашим инструкциям было нелегко следовать, но чтец и все остальные выполнили их. Хорошая. И впрямь твои суждения разумны, как всегда, Тарик. А что думает малыш Тиза? Хотелось бы мне знать. И вот тут хотя бы нормальный персонаж появляется. Скрхумба! Тиза дает понять, что на самом деле он очень рад, что вы здесь. Я, кстати, очень хорошо с ним дружил, с этим Тиза. И очень много на него своих выборов потратил. Вот видите, сэр? Понятно, понятно. Он продолжает рассматривать вас. Эти двое обычно скупы на похвалу, мальчико. Тем не менее, я буду за тобой приглядывать, приглядывать. А теперь прошу прощения нам, Старикам. Нужно кое-что обсудить. Они выходят с фургона молча, однако вы замечаете, что одинокий министрель бросает взгляд на вас через плечо. Хуй через плечо, так. Демон, друзья! Изучить. Пятнадцатая страница. Император Мэр. Я с трудом узнал его, когда нашел прямоугольное... Прямоугольное полугол... Полуголодное. Полуголодное животное с рогами. В смысле, блядь, как так? Или он попал тоже в Нижний край? Император Мэн. Я с трудом узнал его. Аааа, это же, блядь, гол, голотарианин. Дальше. Продолжает. То есть он нырнул за ним, блядь, типа убедиться, что он мертв. Я с трудом узнал его, когда нашел полуголодное животное с рогами, торчащими из головы, настоящее отражение его порочной репутации. И я, завоевавший столько стран, испугался императора в таком обличье, так как никогда не боялся раньше. Я собирался убить его, но когда я нашел его, он уже сражался за свою жизнь. Маленький, без хауп, не мог оказаться... оказать особой помощи в бою с сестрами Арки. Я не помню, кто это. Или этого не было еще. Которые в тот момент были близки к достижению своей главной цели в жизни. И я не смог просто стоять в стороне. Мое сердце наполнилось страданием человека, которого я так любил, и которому служил мне. Я встал на его защиту. Ну, понятно, он вытаскивает все-таки... Он увидел то, что он стал демоном, короче, и решил спасти его. Кип того. Император жив, все хорошо, друзья. Так, что у нас здесь? Так, что думает, спросим. Про чувака. Позволь задать тебе вопрос, милый чтец. Ты знаешь ли, ты как? Я давно была заточена здесь. Сандр предлагает вам угадать, сколько лет она провела в изгнании. Здорово, Рогопил! Бодрости духа только тебя и ждали! Катаем тут, не покладая усилий рук! У нас тут телочки в команде появились новые. Гарпия. Так, я думаю, то, что она здесь не меньше сотни лет. Год херня, 10 лет это фигня. Тысяча возможно, но сотня... Я за сотню, друзья. Как вы думаете, сколько она уже в изгнании? Ну, мне кажется, если бы она тысячу лет была, она бы в демона превратилась просто бы тоже. А вот так вот. Такие мысли. Думаешь, косарь все-таки? Ну, вообще сотка, может быть, и мало, да. Но тут очень мало было про какие-то эти, како... Про года. Я записи смотрел, но не до конца закончил на том, где ведьму нашли, выебли ее и поехали дальше. Ведьма, ведьма, ведьма. А! Которая сделала нам корабль, что ли? Болотная сучка. Так. Ну, там потом у нас червяки были. У нас есть червячок такой, классный рыцарь. Ох, тебе бы понравился. Ладно, давайте я... Бля, я не знаю, вот сотня или косарь? Ну, ладно, пусть будет косарь. Вы предполагаете, что Сандра оказалась в изгнании задолго до начала нынешнего века. Она никак не реагирует, и вы начинаете сомневаться, что она вас услышала. Почти верно, совсем немного осталось. Блядь. Я провела заточение... А, в 737 лет. Ну да, 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 да. Это ближе всего. По крайней мере, по моим подсчетам, возможно, я сбилась со счета, хотя, учитывая мое положение, у меня было достаточно времени проверить свои вычисления. Как совушка милая. Но я не вижу на планшете эти ссылки. Данай. А сворачиваться у меня игра тогда становится. Она ненадолго замолкает. Позволь мне дать тебе еще один совет. Если решишь убить императора, доведи додуманное до конца. Я не рассчитывала выжить, независимо от результатов. В смысле, убить императора я должен... Но я не ожидала этого, в том числе... А, а, подобного разговора 830 лет 7 спустя. 830 лет 7 спустя. Или сколько там прошло. Но хватит об этом, вернемся к нашим делам. Что вы еще хотите спросить, Сёп? Я буду здесь, если понадоблюсь. Так. Да, друзья, все воды я заливаю на ютубчик, если что, или в группу ВК. Так, так, так. Что еще хотел? А я хотел посмотреть кое-что. Вот червячок. Ну, он, правда, отказался от последнего сражения. Ну, гарпия имба вообще. Она имба, имба. Так, что написано про нее? Наблюдение. Если содружество испытывает страх перед кем-либо, это гарпии из останков вышникрылых. Высокие крылья. Очевидно, она одна из тех, из них. Множество гарпий отправились в изгнание в качестве военно-пленных. Она удивительно легко относится ко всему. Но чувствуется, что она страдает, или находится в душевно-больном состоянии. В смятении, короче. Она алкоголичка. Это ее бутылка бесконечного бухла. Это Илсиня. Так, друзья, мы на рынок. Ээээ, таки привет, ребята! Знаете, что я, похоже, еще никому не рассказывал про наш новый филиаль, который мы таки тут открыли. Так, что я вам предложу? Отличный скидончикчикчикчикчикчикчикчику. Если вы дадите друзьям наш адресок. Лады, 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 сарафаном раненом. Сидела, понимаете? Сидевой рынок маркетинга. здравствуйте мистер сандал а почему не показывают и теперь хорошего дня рон вольфред это у нас сандал тот таинственный наш информатор нашелся так один раз за обряд если костер владельца полностью гаснет у нихуя себе garden angel каев и вот это тоже возьмем прикольно прикольно типа такой если очень сложная игра знаете такая прям идет подняцкая приятно таки иметь с вами дело ребятульки не забудьте рассказать про нас друзьяшкам лада гнали обряд с кем же здесь наверное спрями с этими трухлявыми с кем еще можно ваш обряд при прибывает отряд прибывает священного места под названием поляна луи вы смотрит на звезды чтобы определить скоро ли начнется обряд окружаю живший вас лес приносит давно забытое чувство спокойствие безмятежности но вдруг вы замечаете что одно из деревьев движется ну ё-моё чё так чё так банально то она придет в ваш сторону приветствует вас подчеркнет и вежливым поклоном ух батюшки во имя корни луц клориана слухи то не врут сейчас отцов за отсосом начекрылые вернулись ах ну где же мои манеры момент смоляк стаскивает маску своими тонкими пальцами ай так то лучше нихуя подсос какой ну посмотрите гнилозубый подсос нахуй и за блять деревни деревьев нахуй а это типа для музыка ты мне заиграл даже противная пиздец сука меня расстраивает тема вот это обычно в чащах всякие крутые черные твари мутные гарри и приключения невозможные а здесь что генри г говнарь менли гнилопрут нихуя себе если бы я нахуй сейчас был нахуй тринадцатилетним тире шестнадцатилетним школьником я бы завтра пришел и абсоса какого-нибудь в классе назвал бы говнарь менли гнилопрут блять к вашим услугам возможно вы обо мне слышали говнарь менли гнилопрут блять мы с друзьями возможно вот такой вот они должен был гад мы с друзьями возможно известны вам как безгрешные вскоре мы встретимся по время обряда а пока я это погнию здесь гнилопрутами просто пивая время со светской беседкой ха-ха что же я представился теперь вашу очередь схемами и честь корешочки в этот момент перед вашим мысленным зором встает вольфред и вы слышите его голосом нынли гнилопруту нельзя доверять не рассказывай мне о вас не обо мне но джо дарилан больше смотрит на него не снимаю маски вы подозреваете что сообщение вольфреда получили все ах как это грубо на самом деле ну и ладно это вы можете меня игнорировать но вам это с рук не сойдет какой петух самый петушарный петух в игре а так или иначе ну еще червяк такой был противный так или иначе обряд вот-вот начнется и тогда вы уже не сможете не обращать на меня внимание кажется небо начинает менять свет поболтаем другой раз ступайте ступайте гнилопрут ебаный мэнли гнилопрут подхалим уверенный в том что получив свободу он займет высокое положение в обществе еще раз кланяться и шествует в сторону прогалины просветены пранины и звезды начинают сиять все ярче погнали гнилопрут сучка но чай крылья и бать у меня почему-то в голове пиздец какой-то от этой музыки сейчас звезды вновь благоварят тебе чтец здесь сейчас на поляне лу я должен сказать что твой отряд проделал долгий путь но и другие например ваши соперники безгрешные тоже прошли множество испытаний чтобы попасть сюда они знают что свободу подарит особый шанс но она может стать вашей покажите безгрешным что начекрылые превосходят вас их порви ему дупло на свободе на грюхо скажите мне достопричеченные начекрылые как хорошо вы знаете эти леса они вполне способны задушить вас и я увы не смогу остановить их даже если захочу советую вам блять и вот иной раз я короче думаю тут нахуй я просто не представляю я таки тут ёбло блять корчу когда вот это все делаю на картах че то лазаю по стулу там откидываюсь блять ебать как дыбить без вебки стоит просто пиздец чуть ли там нахуй не руки в ноги блять остерегаться их джо даррель продолжает игнорирует менли что приводит его в ярость ох вы нахалы хорошо приступим к делу он идет когда петухов игнорируют они злятся да он раздраженно натягивает маску обратно и позвольте мне заранее поблагодарить вас за содействием моему возвращению в содружества и подобающим мне звание выбираем команду блин правда не знаю что деревья так у нас команда супер крутецкая теперь так вот это будет помидор 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 совенок тиза тиза и так и червячка возьмем вот так они затестили нормально у него просто тридцатка скорости вы представляете тридцатка скорости с этим медальоном это же просто пиздец ян как ветер быстро блять давненько не играть сэр гилман победа близко ах если бы у этого рыцали были руки чтобы ее схватить вы готовы тачекрылые пусть ваши маски защитят вас от вреда который может быть нанесен вашим миловином физиономием вперед покажем звездам настоящий шоу так у него гарпия у него чувачок обычный и я не знаю что делать деревья погнали 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 а почему совенок начинает а никто не начинает разрешите представить вам гумбольда менли младшего он мое точное подобие его безупречная осанка гарантирует светлое будущее династии гнилобрутов он продолжает распредогольствовать короче он бросает малышей походу да которых надо убивать они ауруми дефают теретушку так тиза с меня довольна а так тиза с меня довольна давайте уже выкинем его отсюда и его с мальчика вместе с ним тиза полностью согласен с этим планом действий и жаждет заткнуть оменли хоть ненадолго ну разве он не самый прекрасный росточек который когда-либо видели этот смоличок всего лишь отпрыск менли и если менли будет удален смоличок наверняка перестанет быть проблемой понятно ну подходи менли чё блять ай блять я ж не могу этим персом атаковать блять тут начало фейловое конечно мне надо менли убить как то я жду когда возродится гарпиа хотя я могу вот так вот сделать вот так вот я могу сделать и денег формануть заодно а петушня ай чё ты бросаешь так недалеко лол я не знал то что червячок не может бросать нормально ой что же это похоже сам лес решил почутить нашу вечеринку ох это будьте осторожны вдруг сплетающиеся корни лозы не уважают вас столь же сильно как я ах ни хуя ах ни хуя ах ни хуя ах ни хуя так надо перелететь летим 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 да ладно как кто нас сбил так хорошо вы нарвались я не могу больше ходить то есть если я уже нажал в детонацию то все так сейчас пролетим сейчас пролетим да 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 таунты где которые на т таунты у меня только у этой какого у у джо дариэль и еще у кого то давай попробую сейчас утаунтить ну просто он что-то типу какая то анимацию ! смотрите какой быстрый это это везде скоро такой быстрый лол ару просто ару вот кого на скорость тут надо забафивая у тебя не руки а вы не заметили что здесь становится как то тесновато это многоум М-м-м, Многоум? Третий из восьмерых книжников, авторов книги обрядов, известный как Мудрый или Философ. Многоум, понятно. Видите, короче, каждый из книжников это представитель одной из рас, короче. Понятно то, что Многоум это какой-то пень. Это только Ужо, а с Гарпией она не уходит. Я не помню про что-то. Так что прикатите носиться туда-сюда, с этой чертовой сферой, и дайте мне разобраться с вами. Ну он просто площадку делает меньше, это как бы нам настрать еще. Ну, мы идем пешком, а потом летим просто и все. Сука. Ну ладно, сейчас с Аленком деньги будем фармить. Только надо парочку сразу. А лучше троечку. Опа! Плюс просто миллион сейчас голды нафармил. Давай, 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 давай. Бросочком, давай, бросочком, как учил отец. Да ладно, нахуй. Берли. Фух. Чуть-чуть не дотолкал-то. Ну ладно, эти крылы у меня окончательно достали. Или меня... Или меня окончательно достали все эти ползучие растения. Короче, он заебал мне. Да ты изи, петух. Ты изи. Так, я сейчас тут на скорости. А, я туда уже только через прыжок могу. Ой, 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 посануть не успел. Фарм, 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 фарм. Блин. А, она упала, она... И они, короче, и он сам в кулдаун пошел. Окей. Главное, как можно больше безрывков пролететь. Надо выманить кого-то сюда сейчас. Хотя, ладно. Вот что я говорил по поводу пасов. Они пытаются убить человека, который отдает пас. Блядь. Суки. Минус два. А в этом раунде у меня червь не может появиться, потому что я в костер прыгнул, а не кинул сферу. Минус двадцать пять. Ну ладно, я тогда подрасслабился. Вот. Сейчас червяком. Слишком усиленный червяк. И очень быстро. Ночекрылые! Я уже жду, короче, когда будет сложно. Это сотрет их мылку с твоего лица, с мальчика. Скрым-пум-пум-пум. Не, ну мне даже за этого чувака неприятно читать. Ну что ж, ну и ну. Ах, не беспокойтесь, а ночекрылый я. На вас не сижусь, честно. Но я очень-очень-очень разочарованный. Я-то думал, возможно, мы могли бы договориться. Рука, руку мать и все такое. А вместо этого вы решили просто плюнуть мне в лицо. Отлично, посмотрим, куда заведет ваше нережество. Пока-пока. Да, ну это тоже напутся. Да, уж одна. Так, вот появился, короче, и знаково появился, видите, с этими. Смотрим. Отважное возвращение. Если сэр Гилман и все его союзники удалены, он моментально возвращается. Это прикольно, кстати. Это прикольно. Здесь на Таунд. Он быстрее двигается и больше выносливости. Прикольно это, когда он один остается. Да, Андрюх. Ну, вот это сильная ветка. Посмотрим это. Тоже неплохо. Блин, сильный перец. После использования разреза с аргивой. Но это не очень мне нравится. Вы знаете как? Я все-таки рассматриваю ту ситуацию, когда мне будет сложно. Потому что сейчас мне пока все легко. И если будет сложно, то будут выручать именно те таланты, которые я выбираю сейчас. Что ж там и там? Я скоро тебя догоню. Нравится тебе это или нет? Она к своей сестре обращается. Что у нее? Еще 5 секунд двигаться на 30% быстрее. Неплохо. При броске помета может вызвать вспышку ауры, которая приводит к удалению стоящих рядом соперников. Может, это как? Это сколько процентов? Странно-странное описание. Если помета получает удаление во время действия крылатой ярости, она возвращается в два раза быстрее. Плюс 4 крылатка подвижности навсегда. Присутствие надежды. Ничего себе, блядь. Она в итоге все навыки плюс 4. Может уравняется нажатию. Но вот это все хорошее. И в конце кайф вообще. Столько стартов. Быстрее полет. А здесь вообще 8 подвижности. Ну, типа, в общей сложности стат меньше, но зато она такая быстрая получается. Жесть. Здесь быстрее летаешь, короче. Потом еще 8 подвижности. И у меня получается супербыстрая команда. Я в изи все прохожу. Фангу формишь. Ну, ты на маленькой скорости формишь. Если бы ты еще периодически что-то писал и не сворачивалась. Но это, знаешь, чисто так. Как. Я знаю, почему так мало просто у тебя получается. Так много не сворачивался. Или все время не был сворачиваться. Неплохо, мальчик мой. Я и начинаю понимать, почему твои спутники поручились за тебя. Только не сознавайся. После завершения обряда вы возвращаетесь в фургон, чтобы решить, куда двигаться дальше. Вы показали удовлетворительный результат. Давайте зачетчику, Трайбан. Удовлетворительный? Ты че, бля? Да, мы можем приступать к следующей части плана. Ступайте. Пусть ваш честец поговорит со звездами. Узнайте, куда они зовут вас. Я вам намекну. Снова на север. Высоко. Высоко. Там, там, высоко, над землею кружит стая. Э, этот рыцарь правильно расслышал? Высоко? И там будет холодно. У меня, у меня. Есть на кухне у меня. Белоснежный холодильник. Есть на кухне у меня. Посмотрим, какие охуительные ты песенки поешь. Пойдем, друг мой, пора взглянуть на небо. Этот план, который упомянул Вольфред, я просто хотел сказать, что я об этом ничего не знаю. Я вообще не знаю этого зеленогубого негра. Мы здесь для того, чтобы получить свободу. Наши дни не закончатся в изгнании. И это наш единственный план, с моей точки зрения. Но всегда стоит ожидать подвоха. Правда? Посмотрим, что скажет Вольфред. Мне кажется, он какой-то петушок, блядь. Вот прям, знаете, что-то в нем не так. Ладно, оставляю тебя наедине со звездами. Что бы ни случилось, мы с каждым в нем все ближе к цели, благодаря тебе. А он слишком добрячок. Он меня подбешивает даже этим немножко. Знаете, вот где-то вот здесь. Вот здесь у него там козявки. Вы снова поднимаете взор к небесам на телеправлении. Не люблю слишком положительных героев. Тоже, вы знаете, вот от них приторно как-то становится. Ого, бля, такой-то охуительной звезды я еще не видал. Смотрите-ка, мы собрали... А-а-а, смотрите, секу-секу-секу, инфу-секу. Короче, мы собрали, провели обряды разных цветов, типа, всех мощностей, короче, так сказать, и других автомобильных марок. И теперь мы отправляемся на РГБшную звезду с большим-большим-большим наконечником сверху. Хватыш, чё-то новенькое. Теперь убедитесь. А теперь вы убедились сами. Звезды показывают. Призывают вас на север, где высится гора Алдриэль. А-а-а, это уже какой-то этот... Как из Мири Животных, как его звали-то? На самой ее вершине вас ждет водопад. Водопад Селиама. Водопад Селиама, если верит звездам. Здесь скоро начнется следующий обряд. О, он прикольный. Сноу-коллеры 32-й действительно ли я... Это, подри глаза! Да! Да! Поздравляю! Так, Дроздов точно. Вы подтверждаете, что звезды указали вам именно этот путь. Сель Вольфред. Откуда вы это узнали? Вольфред улыбается в ответ, и вы чувствуете его мысли, словно он посылает их вам. Я тоже могу читать книги, мой мальчик. И не только книги, но и мысли. И еще я могу читать... Муравьей! Муравьей. Муравьей это... Ну ладно, сейчас не буду мысли развивать слишком долго. Пусть это останется секретом. Пусть слова и под запретом. А, когда темнеет экран, типа он общается только с персонажем конкретным, который напротив него находится. А в тот раз, типа он разослал мысль всем одновременно, поэтому не сработала. Схема. Умения вашего чтеца доступны не всем, но и ни одному. Но, как я уже сказал, пусть он делает свою работу. Но я не буду уж совсем троздовывать, хотя бы или можно. Я вижу, что у вас сложилось особое отношение, которые пойдут на пользу плану. К какому плану? Я думал, что мы боремся за свою свободу. О, не волнуйся, мальчик мой. Все именно так. Я обо всем расскажу по дороге. А пока, мне кажется, тебе стоит отдохнуть. А, да и мне, пожалуй, не повредит. До встречи. Вы чувствуете, что ваши спутники держатся из последних сил. Впереди вас ждет нелегкий путь. Вы соглашаетесь с тем, что полноценный ночной отдых пойдет всем на пользу, друзья. Ну, я думаю, нам тоже пойдет на пользу полноценный ночной отдых, друзья. И мы продолжим с вами завтра эту замечательную игру. Сколько я пострелил? 2.24. Ну, как раз разобью водик на 2 часика, как всегда. Вот. И самое интересное, начинается, так сказать, со следующей главы, я думаю. Сейчас уже, в принципе, мы закончили, так сказать, какую-то точку, отметку. И кто из супермощной звезды, я сейчас не хочу идти, потому что, скорее всего, меня все это заинтересует. И продлится еще часа 2, как минимум. Поэтому всем бодрости духа, не стареть, не болеть, здоровейте, следите за анонсами в ВК. Ну, или просто подписывайтесь здесь, и завтра мы продолжим с вами, если не случится ядерной зимы, как говорится. Спасибо вам за то, что смотрели. Пока! 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 Ну, я резко приеду.